От всей души во первых строках поздравляю с Рождеством тех, кто отмечает Рождество сегодня. Пусть Господь со снисхождением относится к нашим странностям, гадостям и подлостям в изобилии, которые происходят и проскакивают. И пускай мы станем в новом году лучше, добрее и справедливее. В общем, всех благ и с Рождеством Христовым. Пресс-конференция Владимира Путина Уже семнадцатая за его карьеру. Мы уже сбились, конечно, со счету в подсчете вот этих вот событий, да и событиями их особенно назвать нельзя. Собственно, все вот эти пресс-конференции, прямые линии и прочее, прочее, все они слились в совершенно однообразные появления вот этого всенародно избранного диктатора на экранах нашего телевизора. И, собственно, в основе всех этих явлений, этих появлений лежит три компонента. Это благодарности, лесть и просьбы. Ну, башкирские журналисты были почему-то представлены никому неизвестной дамочкой в плохо пошитом красном пиджачке, которая, собственно, избрала третий вариант общения с главой государства. И начала сразу же с места в карьер с просьб. Обильно потея и по ходу дела вспоминая редакционное задание, девица в красном пиджаке, представлявшая в Ашкирию на пресс-конференции Путина, издалека начала рассказывать, как она готовится к дню рождения, как ей нужно принарядиться и как ей нужно закупиться продуктами. В общем, дело она вела к 450-летию города Уфы. Попросив денег на это мероприятие, девушка в красном пиджаке сразу же, без всякой паузы, попросила провести в Уфе чемпионат мира по хоккею. Ни больше, ни меньше. Вообще, вот что это было, хочется спросить. Что это за парламентеры с протянутой рукой были отправлены на большую пресс-конференцию главы государства, чтобы попросить денег на праздники и на спортивные мероприятия. Но надо отдать должное, что Путин ответил вполне себе адекватно. По поводу денег на празднество 450-летия Уфы, он сказал, что денег и так дано достаточно и нужно рачительно распоряжаться уже выделенными средствами. Ну, в переводе с путинского на русский это означало, вы что тут вообще устроили. А вот по поводу хоккея Путин и вовсе опешил и дал понять девушке в красном пиджаке, что, ну, вообще-то это не его поле деятельности. И, несмотря на то, что Путин у нас за один матч забивает по шесть шайб, он все-таки все еще не руководит мировым хоккеем и единолично не может назначать город проведения основного чемпионата мира по хоккею. В общем, был, конечно, полный отворот-поворот. Башкирские СМИ после этого попытались, конечно, что-то там перевернуть кверх ногами и сказать, что Путин согласился приехать в Уфу, а Путин вообще-то сказал, что Уфа красивый город. А также по поводу чемпионата мира, значит, выпустили на арену все того же Хабибова, который стал читать мантру о том, как Уфа готова к чемпионату мира по хоккею. В общем, конечно, был это лютый абсолютно позор. Вот квинтессенция всей некомпетентности наших башкирских СМИ и особенно вот этого вот башкирского спутникового телевидения. Но вы могли заставить эту девчонку, если уж вам было непременно нужно ее выпустить, хотя бы выучить текст. Ну, Козе понятно, что вопрос был продиктован, значит, свыше. Там Зарафудинов его придумал, а вероятнее всего Зарафудинов ходил отдельно к Хабирову и согласовывал этот вопрос. Но, господа, вам не стыдно? Вот просить бюджетные деньги на какие-то, значит, праздники, сабантуи, мероприятия и просить через там девушку в красном пиджаке на пресс-конференции президента. Ну, по-моему, это вообще уже позор совсем. И еще немного федеральных новостей. На прошедшей неделе стало известно, что правительство Российской Федерации наделило регионы и губернаторов правом самостоятельно дифференцировать стоимость электроэнергии. И отдало это на откуп регионам. Что это значит для нас? Для нас это значит, что Хабиров и его правительство теперь вправе назначать цену на электроэнергию на каждый киловатт, который идет сверх того минимума, которое останется по цене, устанавливаемой федеральным правительством. Но почему-то мне кажется, что эта цена, вот эта новая цена, которую будет назначать губернатор, будет выше, чем стоимость киловатта до этого. Ну, наверное, мне кажется так, потому, насколько яростно башкирские чиновники всех рангов и всех мастей отстаивают тариф на отопление. Мы много раз об этом говорили, и много раз я удивлялся тому, что ни один чиновник в Башкирии ни разу, ни словом не обмолвался о том, что тариф на отопление надо бы пересчитать или хотя бы проверить. Их основная концепция, что вот этот самый большой тариф в России, который платим мы здесь в Башкирии, он абсолютно правильный. Потому я нисколько не сомневаюсь в том, что в ближайшее время, ну, не обязательно месяц, может быть, это случится с 1 июля, но обязательно случится, и мы увидим существенное повышение стоимости киловатт-часа. И я абсолютно уверен, что чиновники наши найдут нужные слова для того, чтобы объяснить и доказать нам необходимость доплачивать еще лишнюю копеечку в карманы Ротенбергов, Ковальчуков и прочих Абрамовичей. Так устроено. Судя по всему, мы действительно превратились в ту самую дойную корову, о которой грезил Мурзагулов, работая в Белом доме. Не досталось им дойной коровы, зато все население Республики Башкортостан потихонечку превращается в это животное. Традиционно много важных событий произошло в Уфе. Ну и, собственно, наверное, центральным событием все-таки остается вот этот пресловутый снос гостиницы Ледо. Судя по всему, ситуация начинает оборачиваться вовсе не в пользу властей города и властей республики в целом. Но давайте пройдемся по фактам вокруг этого события, которые случились на прошедшей неделе. Ну, во-первых, собственник здания обратился к Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. И Бастрыкин традиционно моментально отреагировал и уже поручил Чернятьеву разбираться в этой ситуации. Прокуратура пока взяла паузу, но тоже внимательно смотрит на эту ситуацию и, видимо, изучает документы. Неожиданно для всех на минувшей неделе депутатский корпус горсовета Уфы очнулся от коматозного сна и разразился негодованием. Я говорю о господине Шайнурове, который на заседании горсовета обрушился с критикой на действия в отношении гостиницы Ледо. В частности, господин Шайнуров сказал, что вот это событие, цитирую, станет пятном на репутации власти. И это подрыв доверия населения к этой власти. И что теперь им, депутатам горсовета, с этим пятном работать до конца срока полномочий. Почти дословно процитировал я господина Шайнурова. Более того, в эфире «Эхо Москвы» тот же самый Шайнуров вовсе заявил, что снос Ледо – это вопиющий факт вандализма. Ну, тут уже вовсе господин Шайнуров в своей терминологии вплотную приблизился к обвинению в уголовных преступлениях. Потому что слово «вандализм» у нас уже числится в Уголовном кодексе и может быть вот так истолковано. На все это Греков вяло отбрехался тем, что, дескать, надо вовремя документы оформлять. Но, тем не менее, ситуация это не меняет. Ну, и самым вопиющим фактом в этой истории на прошедшей неделе, буквально вчера в пятницу, случился уже несчастный случай. То есть, у этой ситуации появились первые жертвы. Я говорю о том, что в процессе сноса упала стена этого здания. Она упала на дерево, а дерево, в свою очередь, упало на кабину экскаватора, который производил снос. Водитель пострадал, хотя Минздрав это отрицает. По словам очевидцев, он пострадал серьезно и был доставлен в 21-ю больницу. Не знаю, какова его судьба сейчас, надеюсь, что все обойдется. История с пострадавшим оператором экскаватора говорит о том, что тут что-то неладное с документами. Вообще-то снос здания — это инженерная манипуляция. И должен быть проект сноса. Есть ли этот проект у судебных приставов? Вот это нужно срочно проверить в прокуратуре, потому что я полагаю, что эти ребята сейчас срочно ищут какие-то бумаги. Есть предположение о том, что сносили это здание совершенно хозяйственным способом, то есть просто тупо наняли от бордюра какой-то экскаватор, который ему сказали, вот снеси вот это здание, вот тебе три солдата в касках, они тебя будут охранять. Вот примерно так. Дело в том, что судебные приставы в дальнейшем планируют выставить счет собственнику этой гостиницы за вот этот снос. Злоключения несчастного владельца этого ледо не заканчиваются на сносе здания, он еще заплатит за этот снос. И что-то мне подсказывает, что сумма, которую попросят у него за снос, будет существенно выше, чем та сумма, которая была уплачена вот этим шабашником на экскаваторах. Рано или поздно снос гостиницы закончится. Но эта история, наверное, нам преподносит ряд уроков и ряд выводов мы должны сделать из нее. Обязательно сделать, потому что иначе это будет бесполезно и все уйдет, как говорится, в песок. Но первый, конечно же, вывод, который мне лично напрашивается, вывод о том, что Греков, не проработав и года на своем посту, полностью истратился. То есть вот ему действительно сейчас пора в отставку. Потому что вот такого низкого уровня доверия и авторитета у населения, мэры городов у нас добиваются через 5-6-7 лет работы. Грекову удалось это сделать меньше, чем за год. Но, безусловно, свои выводы сделает бизнес-сообщество. С властью города, по крайней мере, в нынешней ипостаси и в нынешнем виде, дело иметь нельзя. Им спичку обгорелую руки давать нельзя доверить. Потому что на самом деле вот такой уровень лжи, который мы видели со стороны мэрии и лично мэра, представить себе сложно. Он на голубом глазу рассказывает о том, что вызывали в мэрию этого собственника Лидо, оказывается нет. Он на голубом глазу говорит, мы тут достигли договоренности, и мы там есть варианты. Через несколько часов экскаваторы вырезаются в стену и рушат здание. Ну, то есть, это такое вот чистое, абсолютное, кристально чистое вранье, которое нам продемонстрировал мэр. И в публичном пространстве такие вещи не прощаются. То есть, никаких договоренностей достигать с этими людьми нельзя. С ними можно работать только деньги вперед. Но мы чуть позже поговорим о том, как приходится работать бизнесу в Башкирии и, в частности, в Уфе. Но вывод о том, что мэра Грекова нужно менять только потому, что он сам по себе уже дискредитирует власть, для меня абсолютно однозначный. Пожалуй, что мы уже вправе начать указывать нашему разлюбезному мэру на то, чем он на самом деле должен заниматься. Увлекшись абсолютно несвойственными делами, господин Греков, который, видимо, категорически не понимает функции мэра города Уфы, бросил все остальное на произвол судьбы. Первым, в общем-то, откликнулось надзорное ведомство, прокуратура города в адрес администрации города Уфы и господина Грекова выпустила некое представление, в котором указано, что в результате обращения граждан и организаций прокуратура лично установила, что коммунальные службы города не предпринимают необходимых мер для качественной уборки улиц, речь шла об этом в снегопаде, что в свою очередь повлекло увеличение количества ДТП, увеличение количества травмируемых граждан на улицах Уфы и затруднения в движении. Ну, конечно, где же там заниматься уборкой улиц, когда вот такая забота надо снести ледо, да, и все силы мэрии брошены на это, все медийные ресурсы на это брошены и прочее-прочее. Потому что указал Хабиров, потому что нужно дожимать и нужно показать этим распоясавшимся согражданам, что Хабиров последователен в своих решениях и прочее-прочее. И вот этот вот пустоголовый Греков всячески исполняет задания Хабирова, при этом полностью игнорируя свои функциональные обязанности. Еще одним подтверждением моих слов о профессиональной непригодности господина Грекова может быть очередной рейтинг, который был выпущен на прошлой неделе. Рейтинг, надо отметить, от солидной организации. Это финансовый университет при правительстве Российской Федерации выпустил рейтинг мэров крупных городов, так вот, господин Греков оказался в этом рейтинге на 12 месте. Вы скажете, что вроде неплохо, но как же, городов, наверное, много. Но я напомню, в России всего 15 миллионов городов, и мы теперь находимся по уровню мэра, находимся на 12 месте. Я не знаю, какие еще нужны доказательства для Хабирова, но точно знаю, что господин Греков уже является дискредитирующим фактором для самого Хабирова. Развивая тему того, чем следовало бы заняться господину Грекову и вообще администрации города Уфы, хочу обратить внимание на ситуацию вокруг детских садов в Уфе. Но начнем с того, что очень странным образом стали трансформироваться конкурсы вокруг услуг, оказываемых детским садам. Всегда эта сфера была сферой малого и среднего бизнеса. Всегда малые и средние предприятия Уфы занимались уборкой и прочим обслуживанием детских садов. Это и стирка, и уборка, и многие другие функции. Так вот, Грекову следует обратить внимание на странные аспекты конкурсных процедур вокруг уборок в детских садах. На мой взгляд, это пример того, как сейчас в Уфе душат малый бизнес. Ну, давайте по порядку и по фактам. Конкурсы проводятся в каждом районе. В каждом районе города несколько детских садов. Они их объединяют в общий конкурс и проводят конкурс на уборку в помещениях детских садов. Много лет обеспечением заявки была сумма в размере половины процента от стоимости контракта. В этом году обеспечение заявки вырастает в 10 раз и становится 5%. Это уже нагрузка на малый бизнес. Дальше. Обеспечение договора резко возрастает до 30% от суммы договора, что тоже является неким барьером для малого бизнеса. При этом сами суммы договоров вырастают в 3 раза за счет того, что раньше конкурсы проводились на 3 месяца, а теперь их стали проводить на 9 месяцев. Вот мы видим те финансовые барьеры, которые установила мэрия УФИ для того, чтобы малый бизнес не смог участвовать в этих конкурсах на уборку детских садов. Кроме того, из условий конкурса убирается всякое упоминание, что есть приоритет и предпочтение для субъектов малого и среднего бизнеса. Это уже совсем как бы вопиющий факт. То есть тем самым мэрия, на мой взгляд, делает по сути невозможным участие малых предприятий в конкурсах по уборке детских садов. Я не утверждаю, что администрация УФИ под кого-то заточила эти конкурсы. Пускай этим займется ФАС. Вот пускай ФАС разберется, насколько законны были вот эти изменения. Но мне непонятно, где господин Асадулин? Вот этот хлопающий крыльями омбудсмен бизнесменов, который там грозит пальчиком и обещает нам отменить QR-коды. Может быть, господину Асадулину тоже заняться непосредственно этими вещами. Присмотритесь, господин Асадулин, к этим конкурсам. Это намеренное воспрепятствование развития малого и среднего бизнеса в городе Уфе. Каждый чиновник с пеной у рта рассказывает нам о том, как они благоприятствуют малому бизнесу, как это важно. А на деле вот так. В общем, я не знаю, сможете ли вы, господин Асадулин, и вы, господа чиновники ФАС, обратить на это внимание, но я считаю, что стоило бы. Ну и если уж мы заговорили про детские сады, то не могу не упомянуть письмо, которое пришло в адрес нашей редакции. И речь идет о конкретном детском саде. Детский сад номер 61, Всепаево, 29 сентября 2021 года. Господин Греков с помпой открывает этот детский садик, принимает его в лоно муниципальной собственности, берет на себя всю ответственность. И вот теперь странные вещи там происходят. Детский сад действительно неплохой, новый. Хорошие двери, окна, тепло, крыша все еще не течет и прочее, прочее. Но странности не покидают это заведение. Почему-то оно заполнено только наполовину. Хотя общеизвестный факт, что мест в детских садах у нас не хватает. Детский сад рассчитан на 230 детей, из них от силы половина посещают детский сад. Очень странно. Кроме того, внутри детского сада нет почти ничего, кроме мебели. Нет игрушек, нет всякого специального инвентаря. И родителям прозрачно намекают, что надо бы это все купить. У меня вопрос. А вот на каждого ребенка по нормативу выделяется 500 рублей на покупку игрушек и всяких вот этих вот приспособлений. На каждого ребенка, видимо, из 230, видимо, по нормативу. Вот эти деньги где? И обязаны ли родители вносить эти деньги? Я понимаю, что там все это завуалировано под всякие родительские комитеты, но все же. Вот мне кажется, что вот этим нужно заниматься господину Грекову тоже. Обратить вот на это внимание. А не на борьбу со всякими бизнесменами, на которых ему указывают из Белого дома. Ну и как положено в конце выпуска, новости культуры. Хотя культуры субъекта этой новости я назвать лично я не могу. Уфимские СМИ вчера сообщили со слов продюсера-артиста о том, что Элвин Грей, певец ртом и пожиратель грантов тем же самым ртом, покидает Россию и уезжает на жительство в Таиланд. Продюсер этого артиста сообщил нам о том, что расторгнуты все контракты, приостановлены все договора. В общем, все там, кто у него там в этой команде, сколько их там уж было, все распущены по домам или, как он выразился, работают на иных условиях. А Элвин с молодой женой, значит, отбывает в теплые края. У меня вопрос. Вот буквально хватая за рукав певца и останавливая его у границы. Элвин Греевич, а как же наши 30 миллионов? Помните, Ради Фаридович вам из бюджета выдал 30 миллионов. Как же вот с ними-то? Вы за них точно отчитались? А еще Ради Фаридович вам обещал втрое увеличить финансирование. Увеличил, выдал. Уф, вот на самом деле, вот такое вот кидалово, это, конечно, круто. Моргенштерн, который тоже бежал, значит, в теплые края, он хотя бы у Хабирова денег не брал. Хотя, конечно, вот эти вот амбассадоры Уфы и Башкирии, каковыми считал, наивно их считал Хабиров, они вот как-то так уже все почти разбежались. Вот эти ребята, которые пели в грузовике, а и Хабиров молодись, всячески каются во всяких, значит, изданиях, что это не они, что и там их заставили, обидели. Моргенштерн бежал в Дубае, сейчас Элвин Грейн бежит в Таиланд. Кто же будет петь теперь? Ай, Хабиров молодись. Вообще непонятно. Ну, может быть, попросят Зухру Баракаеву. Не устаю вам напоминать о том, что нужно ставить лайки, подписываться на наш канал, а тем, кому мы особенно нравимся, можно даже стать спонсорами нашего канала. Это важно на самом деле, потому что вам кажется, что это игра, вам кажется, что это тщеславие автора. Нет. Лайки помогают нам продвигаться внутри системы Ютуба. Не поленитесь, просто щелкните. А те, кто подписан на наш канал, я вам предлагаю нажать колокольчик, потому что у нас в последнее время стало больше и больше сюжетов. Какие-то из них вы можете пропускать, а если вы нажимаете колокольчик, вам будет приходить уведомление о том, что новый сюжет появился на нашем канале. Напоминаю о том, что завтра, 26 декабря, состоится финальный в этом году стрим «Открытой политики». 49-й по счету, так что подключайтесь, поговорим, подведем итоги, поотвечаем на вопросы. В прошлый раз было очень много народу, там больше 800 человек в пике было на стриме. Я стараюсь все-таки отвечать на все вопросы. Также вопросы можно заранее присылать, и можно и нужно. Вот сюда, прямо в комментарии к этому видео, пишите свои вопросы, их я точно все увижу, и постараюсь на все из них ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...